Мутаж Сулейменов Мутаж Сулейменов, полный кавалер Ордена Славы, родился 10 сентября 1921 года в селе Казгородок Нуринского района Караганинской области. После окончания школы до призыва в Красную армию работал учетчиком-считоводом в колхозе имени Чикалова Нуринского района. С 12 января 1942 года по октябрь 1945 года служил в рядах Советской армии в 364-м Краснознаменном полку 2-го Белорусского фронта наводчиком и командиром орудия. За храбрость и героизм, проявленный в боях за освобождение Белоруссии, Мутаж Сулейменов 7 сентября 1944 года получил Орден Славы Третьей степени. 22 февраля 1945 года Орден Славы Второй степени. Орден Славы Первой степени был вручен нашему земляку 29 июня 1945 года за храбрость и отвагу, проявленный в боях на территории Польши. 9 мая 1945 года он встретил в окрестностях Берлина. Мутаж Сулейменов участник исторического парада Победы на Красной площади в 1945 году, а также юбилейных парадов в Москве, посвященных 40-50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Является почетным гражданином Караганды. Мемориальная доска установлена в 2009 году на доме по адресу Проспект Республики, дом номер 32. Мулюк Суртубаев – народный артист Республики, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Родился 5 ноября 1917 года в Тельманском районе Карагандинской области. В 1933 году он пришел в Театр рабочей молодежи 16-летним подросткам. Занятия чередовали с выступлениями. Молодых артистов направляли в Москву, Алмату, поучиться на постановках других театров, считавшихся образцом сценического искусства. В Карагандинском областном театре за короткий срок стал ведущим актером, скрупулезно работал над своими ролями. В частности, в осценировке Шакена Айманова и Якова Штейна по роману Мухтара Уэзова «Абай». Спектакль стал событием в театральной жизни Казахстана. В 1956 году Мулюк Суртубаев со своей женой Айкен Мусабековой, ведущей актрисой театра, переехали из Караганды в Алмату и стали актерами Казахского академического театра драмы имени Мухтара Уэзова. Мулюк Суртубаев широко известен зрителю своими ролями в фильмах «Наш милый доктор», «Девушка Джигит», «Батагос» и другие. Мемориальная доска памяти Мулюка Суртубаева и Айкен Мусабековой была открыта 11 ноября 2003 года в Караганде по адресу улицы Чикалова, дом номер 2. Владимир Петрович Шумиленко – заслуженный работник МВД СССР, почетный ветеран МВД Республики Казахстан, генерал-майор милиции. Окончил в 1970 году Омскую высшую школу МВД СССР. Службу начал в подразделениях ОВД Карагандинской области в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В короткие сроки стал начальником отделения уголовного розыска Ленинского РУВД, затем заместителем начальника отдела уголовного розыска ОВД. В 1981-1983 годах Владимир Петрович проходил службу в должности советника министра внутренних дел СССР при МВД Афганистана, за что был удостоен боевых наград Афганистана, ордена «Красная звезда» и трех медалей. В 1983 году был назначен начальником управления внутренних дел Карагандинского облсполкома. На этом посту он прослужил до 1995 года. Мемориальная доска, установленная во дворе ОВД Карагандинской области, была открыта 14 октября 2017 года к 70-летию со дня рождения Шамиленко Владимира Петровича. Петр Моисеевич Поспелов. Родился 6 ноября 1903 года в станице Расшиватской Ставропольского края. В 1929 году закончил Кубанский медицинский институт. С 1933 года проживал в Караганде. Петр Моисеевич – один из организаторов системы здравоохранения области, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Казахской ССР. Работал заведующим отделением, главным врачом больницы, заведующим областным отделом здравоохранения. В годы Великой Отечественной войны руководил группой Ивакогоспиталей в Караганде. С 1950 по 1974 годы Петр Моисеевич Поспелов – бессменный ректор Карагандинского государственного медицинского института. Также он является почетным гражданином города Караганды. Мемориальная доска установлена на здании медицинского университета по адресу улица Аллыкина, дом номер 7.